Разливайка как разливайка, тот самый магазин на улице Севастопольской в Саранске, где накануне правоохранительные органы нашли кегу с суррогатом, ничем не отличается от других ему подобных. Продавец Наталья объясняет, произошло недоразумение. Поставщик перепутал емкости с напитками, выгрузил чужие, а обнаружили это, когда машина уже уехала. Обещал через несколько дней вернуться и поменять, а тут, как назло, проверка. У нас никогда такого сидра в продаже не было, и кега стояла запечатанная. Я позвонила поставщику, сказала, вы нам ошибочно привезли кегу. Он говорит, ок, я ошибся, мы в понедельник вас заберем. Эта кега стояла вообще отдельно запечатанная. Сотрудники полиции сказали, чтобы открыть эту кегу, хотя мы даже объясняли, что это вообще не наша кега. Он говорит, ну, ваше, не ваше, она стоит у вас в магазине. Торговые точки Мордовии на предмет наличия на прилавке смертельно опасного яблочного сидра полиция проверяет с понедельника. С того момента, как появились первые сообщения о погибших потребителях. Сначала в Ульяновской области и Самаре, потом во Владимирской, Рязанской и Пензенской областях. В Пермском крае Мариэл самые большие объемы обнаружили в Курганской области, в Дмуртии и в Крыму. Число погибших от отравлений перевалило за 30 человек, пострадавших за 70. Гражданам, потребителям рекомендуем более ответственно относиться к выбору слабоалкогольной продукции. И если вы видите в торговой сети данную продукцию, а это пивные напитки «Мистер Сидор», необходимо сообщить об этом управлении Роспотребнадзора по Республике Мордовия. Пока информации об отравлениях в Мордовии нет, в Республике в общей сложности изъято больше 1320 литров подозрительного сидра. Только в одном случае найден метиловый спирт. В любом случае, все это серьезный удар и по производителям напитка, и по торговым точкам, где продают разливное. Предприниматели справедливо опасаются, что потребители перестанут доверять даже тем, в чьем сидре метил не обнаружен. Еще одна важная деталь. Партия убивающего сидра в Мордовию пришла, минуя систему ЕГАИС. То есть, с точки зрения закона, мистера сидра как бы не существует. Налоги с него никто не получает, за безопасность никто не отвечает. А КЕГА просто стоит в разливайке. Людмила Кусерова, Александр Зюзяев. Наши новости.